Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить игру, которая называется Кона. С загрузкой меня, конечно, ребята, далеко откинуло. Пришлось немножко вырезать кое-чего. Так, ну что же, мы нашли ключик. Опа-на, для коробочки. А в коробочке у нас записка. Для Хамильтона. И что же нам дали это делать, ребят? Опасность какая-то. А дальше у нас такая штука, ребята, что нам нужно, по идее, отсюда вырезать. Убегать или уходить. Так, ну свет есть. Ну я уже здесь все облазил, я уже даже не знаю, что здесь надо делать. И меня посещает такая мысля, что, скорее всего, здесь надо бежать пешком. Давайте сбегаем, посмотрим. Я надеюсь, не замерзну насморть. Там вроде бы как недалеко бежать. Карл начал знать, что здесь не напали какие-нибудь волки или собаки. Или еще какой-нибудь чудик. Пока только лишь одни загадки. Так, стоп. У нас что там такое лежит? Ага, прицеп. Изолента. Так, горючий рюкзак. А рюкзак нельзя открыть? Нельзя, получается. Это что такое было? Что меня так откинуло? Что-то я не понял. Так, бутылочка пустая. Так, опять я замерзаю, да? Опять я замерзаю. Так, нужно тогда быстрее добежать до домика какого-нибудь. Будет здесь где-нибудь дом ближайший или нет? Так, почта глянем. Пусто. Выросла капуста. Ладно. Где там карта? Давайте глянем, куда идти-то. Ё-моё. Замерзаю. Так, Блейз. Как раз по курсу. Так, опять это подгрузка у нас. Так, бежим. Блин, лишь бы не замерзнуть. Нету единственного, что плохо, показаний. Где ты замерзаешь или там травмируешься. Блейз Хоуз. Дом Блейза. Ну, давайте зайдем. Ух ты, а тут, смотрите-ка, как все светло. Что-то я совсем плохо стал видеть, а? Не работает. Маленький Мартин, в общем, вся семья на фотографиях. Так, набрали водичку в бутылку. Так, набрали водичку в бутылку. Две бутылки с водой. Тут ничего нет у нас. Опять очередная записка. О, наша любимая музыка. Прям, блин, плясать охота. Деньги. Из-под коробки с печеньем. Так, здесь нужен магнит. Магнита у меня нету. Ключи. Опа-на. Тут еще у нас записка. Для Мартина Блейза. Моя... Моя милая Мария. Короче, понятно. Ё-моё, мне бы надо согреться, по идее. Так, это еще один тут. Фильтр стоит. Здесь у нас пока все пусто. Что-то вообще произошло, а? Где весь народ-то? Просто пустота. Никого нету. Какая-то старая газетка. Какой-то великий охотник. Увидел кого-то нечто где-то, когда-то. Понятно. Так, брошюрка, что ли? А. Газетка, чтобы когда сидел, можно было почитать. Хорошо, ты придумал. Блейз. Так, нужно полено, чтобы разжечь. Не, ребят, надо согреваться, потому что я смотрю, уже совсем неплохенько стало. Башмак валяется. Причем один. И на пороге. Странно, да? А где тут дрова-то хоть есть у них? Блейз, выходи, не прячься. Я пришел на чай. Дайте мне дров. Помойка. Пусто. Ага, вот дровишки, по-моему, лежат, да? Так, одно полено, два полено, три, четыре. Четыре поленчика я взял, я думаю, хватит пять. Все, пошел я разводить костер. А то, я смотрю, совсем худо мне стало. Сейчас хожу, брожу, я сам думаю про себя. Не зря ли я там машину-то свою оставил, а, ребята? Все-таки столько с собой хлама таскать. В машине хоть багажник есть, можно что-то туда скинуть. Да и карта все-таки немаленькая, по ней бегать-то не набегаешься. Блин, вернуться, может, за машиной, а? Как-то ведь надо ее заправить, по идее. А чтобы заправить, нужно включить машину, которая, точнее, насос, бензонасос, который качает бензин. А для этого нужна напруга. Напруга, в принципе, там есть. Ладно, мы это все немножечко попозже сделаем с вами. Сейчас давайте здесь посмотрим, что у нас тут творится. Раз уж мы здесь находимся, давайте проверим. Флаг какой-то никудышный. Одеяльцы. Карл взял бы одеяльцы, укрылся бы, обмотался бы им. Так, опять записка, все за... А, рисунок. Так, Ле Монстр. И, я так понял, нарисованы волки. Не оборотни же, надеюсь. Окно разбито, что ли? Что здесь у нас пепельница? Картина какая-то без фотографии. Так, опять какой-то журнальчик. Луис Дэйри. Не, надо будет на досуге почитать все это. Занимательные истории. Что у нас в шкафу? Тряпки, которые даже не взять. Джинсы лежат. Такое впечатление, что кто-то собирался в дорогу. Так, это что такое было, ребята? Воры? Ну-ка, ся, глянем. Опачки, это кто такой? Я не понял. Это был волк или это была псина? Для волка слишком... Пугливый. Нафиг заберем здесь все. Это что, получается, она холодильник, что ли, открыла? Да, умные псины. Да, умные псины. Давайте выпьем, наверное, что-нибудь. Опачки. Сразу видно. Дала по шарам. Что здесь можно еще сделать, а, ребята? Так, давайте глянем карту. Мы находимся в домике Блейза. Ох. Как туда добираться-то? Слушайте, ребята, по-моему, мне надо возвращаться за машиной. Она тут недалеко. Ну, в принципе, я могу обезжать еще пару домов. Так. Это че следы мои? Интересно. Волк выбежал, а следов не оставил. Ну-ка сюда зайдем. Ага, вот у меня ключик, значит, от чего. А нифига. Ничего подобного, ребят. Не от этого домика у меня ключей. Интересно, я вот так вот пешочком прогуливаюсь, на меня не нападут? Так, я еще не в том направлении пошел. Ну что же, давайте пройдем еще маленько. Да, очень интересно, куда весь народ-то делся. Волки, главное, гуляют. Народа нет. Так, как раз тут где-то что-то должно быть. Какая-то койка. Ночлежка или что-то в этом роде. Ну, по крайней мере, так на карте нарисовано. Да, как надоели вот эти вот прогрузки, а? Как действительно, как на старых консолях. Так, ну что, пока вроде бы правильно иду. Дом дровосека, что ли? Так, я взял топорик. Ну, уже хоть что-то. Ну что, разожгем костерчик. Немножко согреемся. Шахматы. Не хватило одного хода до победы. Ну, это про шахматы. Да, здесь вообще ничего нету. Даже нечем поживиться здесь, ребят. Все-таки, я думаю, надо возвращаться к машине и что-то с ней делать. Заправлять и на ней перемещаться. Так, следы. Волчьи, точно волчьи. Так, ну дальше я, наверное, туда не побегу. Пойдемте за машиной обратно. Мне это совсем все не нравится. Следы, волки. Они обычно у нас стайные животные. Пока мы видели одного. А если придет стоять, то все, мне финиш. Это полик мой не поможет мне. Хотя у меня есть револьвер. Я, правда, не проверял его. С патронами, но или без. Ну, я думаю, он тоже меня мало спасет. Решено. Идем за машиной. Ну что, ребята, вот прибыл. Давайте глянем. Так, выключили. На генератор подали. Опа, на свет появился. Вот это вот другой разговор. Вот это вот другой разговор. Я же говорю, ребят, надо было заправлять машину. Блин, какого фига у меня сразу-то не получилось, а? А, потому что я даже, наверное, этого и не пробовал. Ну вот, так-то будет оно лучше. На машине, я думаю, будет безопаснее передвигаться. Давайте поехали отсюда куда-нибудь. Мест еще много здесь, неизведанных нами. Так же, как, я думаю, и загадок. Черт, как все-таки здесь неудобно этой машиной управлять, а? Ну, 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 давай, да... Что ж такое-то? Все, вроде, выехал, да? Или нет? Да и дрить твою колотить. Привык просто, что в гонках обычно куда смотрит голова, туда и рулишь. А здесь, блин, рулишь в одну сторону, голова у тебя в другую, путаешься. Опять эта прогрузка. Интересно, у него машина какая-то такая, да? Классика. Запорожец, елки-палки. Так, ну что, где-то у нас здесь недалече должно быть место, где мы еще не были. Так, по идее, надо вот сюда завернуть нам, да? И смотрите. В этом домике мы были, в ночлежке. В тех двух домах еще не были. Что там такое опять? Давайте вот так посмотрим. Так, оно лучше как-то. Ну что же. Ну, в принципе, все ясно. Мы сейчас садимся, разворачиваемся и едем по длинной дороге, вдоль которой утыканы домики, можно так сказать. И будем там все проверять. Да елки-палки. Смотрю в окно, а... Сам рулю непонятно куда. Не, ну вот это вот, конечно, не дело они сделали. Прогрузки. Я понимаю, тут все глобально бы было бы. Так, что музыка-то так изменилась вдруг резко. А самое главное, что мы непонятно куда мы едем. И правильным ли мы едем. По крайней мере, для меня тут полная загадка все это. Нет, конечно, если знать английский, может быть там что в записках в этих написано, написывается. Ну, вы знаете, что я не Ахти с ним дружу. Поэтому играю чисто интуитивно. Да какого лешего-то? Вот как раз мне вот эта вот музыка сейчас нужна была. Здесь один есть нюанс. Чтобы посмотреть хорошо карту, нужно выйти на улицу и глянуть. Потому что в машине показывается не так, как здесь. Ага. Впереди какая-то лечебка. Написано Доктор. Что ж, давайте проедем туда. О, видали как деревья через машину проросли уже. Замечательно. Интересно, я по этой лестнице поднимусь хоть. Да что такое? Сколько можно этих прогрузок-то сюда втыкать? Ну, в самом деле. Нет, я думаю, не получится у меня заехать. Да, в принципе, можно и пешком пробежаться. Ничего сложного не будет. Карлу все-таки 42 года. Ему надо держать себя в форме физической. Так что легкая пробежка по морозу ему не повредит. Доктор Берпуль. Так, проверим ящик. Опа, на ключик, спасибо. Наверное, от квартиры. Так, записочка. Доктора нету. Так, это офис доктора. Тут же и офис, тут же, я так понял. И кухня у него. Что мы делаем в первую очередь, когда приходим в незнакомый дом? Правильно. Разводим костер. Ну, пошло, пошло отогревание. Прах Изабеллы. Жены его, что ли, получается. Так, а где же моя любимая музыка? Вот и другой разговор. Так, а это у нас повязка, но для человека с одним глазом. Взвеситься нельзя. Так, что там написано. История докторская. Ох ты, смотрите, какой он. Любитель употребить. Винишка-то у него немало. А это что? О, аптечка это. У врача должна быть аптечка, все правильно. А вот немытые тазы, это плохо. Негигиенично. Так, книжечка какая-то лежит. Нет, не книжка. Манифест коммунистов. Лорды, феодалы, вассалы. Какой-то бред. Таблеточки. Так, мы, я так понял, это грамоты ионы. Стробоскоп. Так, медицинские карты. Неизвестные женщины. Так, она ослепла на одним глаз. Это кто ж такая, интересно. Ну, хорошо, если она ослепла на... О, подожди-ка. Так, это женщина-доктор, что ли? Не-не-не, не может быть такого. Там же вроде прах. В этом был. Женский. А с чего я взял что-то? С жены. Может быть, их него ребенка. Тут волей-неволей начинаешь уже думать о чем-то не о том. Игра заставляет думать о чем-то непонятном. Потому что здесь вообще творится непонятно что. Так, дверь закрыта. А топором ее можно пробить? По-моему, нет. Нет, бесполезно. Жаль. Конечно же. Хотелось бы узнать, что за этой дверью. Наверняка что-нибудь полезное. Блин, Карл, ты, наверное, хочешь чайку попить? Я ведь знаю. Потому что я вот хочу уже. Так. Тут пролито слишком много крови. Такое впечатление, что кто-то отрубил себе... А, лесоруб. И готов был умереть. Так, а саквояжек-то что не открывается? Так, нечестно, ребята. Ну что, получается, что здесь мы тоже все облазили. И, к сожалению, для нас ничего абсолютно полезного не нашли. Нет, почему не нашли? Нашли аптечку. Я думаю, она нам пригодится. Так. Старый... Розари. Бловин. Так, ну что, надо бежать до машины, садиться и ехать. Или можно все-таки пешком рвануть. Вроде как недалеко. Большая помощь должна была быть взаимодействована в этом месте, вовремя чудовища. Все было важно. Декор самостоятельно рассказал историю. Хорошо, хоть по карте нарисовано, где машина, где дом. Старый Розари. Это в плане старичок или что? Или... Дом так называется. Старый Розари. Прогрузка уже достала, если честно. Ну, где там этот старый Розари? Надо на дорожку выделить, тропинку. Слушайте, ребята, тут хорошая конкретная дорога, по которой может проехать спокойно машина. Так, Розари Хоус. Значит, это все-таки дом Розари. Ну, что же. Давайте посмотрим, что мы здесь можем прекрасно найти. От себя бы я здесь хотел, знаете, еще, ребят, добавить? Что не хватает, как сказать, маркера, отмечающего где-то уже был. Ну, вот, например, я был в доме у доктора. Красненькая точечка пометилась. Там был, например, где-нибудь в месте в каком-нибудь пометилась. А если надо будет еще там что-то сделать или это... Типа ставить сносочки такой, как вот во многих играх, знаете, на карте флажок ставишь, а на этом флажке можно написать, там, например, ну, дверь, которую я не открыл, надо будет зайти. И по игре находишь, например, этот ключ. Ну, вдруг у тебя ключ лежит, да? А ты думаешь, а чего он может быть, блин? Опа-на, вернулся обратно в этот домик. А он подошел, и отлично все. А тут нет, тут такого нету. Так, ребята, ладно. Забираем машину свою. И едем уже до дома Розарио на ней. Опасно это, конечно, все, я так понимаю, тут бегать. Что-то трещит, хрустит. А вот и думаю, лес это или кто-то по пятам бежит. И прогрузки эти, естественно, достали. А так, в принципе, как бы вам сказать, ребята, игра. Ну, вот, если честно говоря, она мне нравится чем? Тем, что здесь ничего не понятно. Я вот в данный момент играю и даже не врублюсь, что мы здесь делаем. Да, я не спорю, мы приехали в какую-то, как сказать, в какой-то регион. Грубо говоря, где тут 20 или 15 домов всего. Ну, вот в этом регионе что-то произошло. Вы сами видите, ни одного человека нет. Волки гуляют спокойно. И все исчезли в такой момент, да, сами видели. А одни собирали вещи, не успели собрать. Кто-то одного хода не хватило в шахматах поставить там мат. Как бы, видите, в одну секунду, как будто все исчезли сразу. И вот мне интересно знать, почему и кто. И почему тут зима сразу резко началась? Пять часов прошло, началась зима. Кто убил этого мужика на заправочной? В общем, загадок полно. И я надеюсь, я их разгадаю. Так, что у меня в багажнике? Так, вначале, наверное, выложим, что у меня с собой. Я даже не знаю. Как бы все нужно, по идее. Сигареты я такими не пользовался даже. Давайте эти таблетки. Спички. Не знаю, поленье, наверное. Хотя поленье может пригодяться. Пустую бутылку. Слушайте, а мясо, интересно, для чего? Чтобы его готовить или чтобы волкам его кидать? Так, закрыто. Угу, обрадовался. Смотрите-ка. Дымок идет, значит. Значит, печурка работает. Э-э-э-э. Так что такое было-то? Это нормальный мужик-то хоть или что? Палить живых людей. Дай погреться лучше. А-а-а, хорошо-то как. Ты по какому баля-лякошь-то? По-французски, что ли? Ты вообще, мужик, в своем уме хоть? Ты адекватный? Похоже, что нет. Он с кем разговаривает? Ты с кем разговариваешь, мужик? Со мной? Да, я городской парень. Ну что ж такое, дед? Все потырил, а? Ничего не оставил. Слушай, дедок, знаешь, что мне нужно от тебя? Мне бы пригодилась твоя ружьишка. И, не знаю, что-нибудь еще. Ну, ружьишка точно нужно. Так, что за книга? А, любит сказки читать. Ну, это понятно. А это, видимо, он в молодости. Видать, какой-то вояка был. Дед, ты уже достал одно и то же. О, вот это вот хорошая вещь. Так, сумка. Пустая. Дед Проныра, а? Я все попрятал. Ну, в принципе, правильно. Зачем ему? Что тут? Что тут лежит? Ё-моё, дед. Разбросал свои тряпки везде. Ё-моё. Пойдемте отсюда. Нафиг. Противно ж стало. Слушайте, интересно, а... Я вот сейчас сижу и думаю, а дед-то какого лешего здесь остался в живых-то? Если здесь никого нету. Ну, ведь не он же тут всех поубивал. Хотя, черт узнает. Он какой-то неадекватный. Вполне мог под шмок прокатиться на своей колясочке. Всех пострелять, а потом сесть сюда и прикинуться дурачком. Чтобы снять с себя все подозрения, да? Логично? Я думаю, что логично. Почему он мне не отдает вот эту штуку? Так, погоди-ка. Так, ему нужна... Бутылка чего-то. Нормально. Нормально. Так, а у меня есть в багажнике пузырь нужного ему пойла? Так, это вода у нас. Пустая бутылка. Слушайте, а у меня, наверное, и нету чем его угостить. Ну-ка, давайте посмотрим еще разок. Да, я большой мальчик. Карибору ему нужен какой-то, а? Ну, точно какой-то пойло. Дед, вот ты меня озадачил. Дай хоть шарфик или шапку. Ты вообще по-французски лялякает. Опа, ключики. Как ты их так не увидел-то? Так, розари кейс. Дед, успокойся, все нормально. Будь в адеквате. Найду я тебе твое пойло. Наверное. Ну, а ключи, я предполагаю, наверное, ребята, от того сарайчика, скорее всего. Больше нечего. Ну, мы сейчас это легко проверим. Так, помойка. Так, ракеты. Зажигательные ракеты. Ну, что у нас здесь? Давайте фонарик. И будем все смотреть. Опа-на. Канистрочка. Пусто, пусто, пусто. Пусто. Ну, что ты, дедок? Так, фонарь. Еще один фонарь? Так, замок. Не берется. Ну, дед. Хотя, вы знаете, канистра, я думаю, тоже не будет никогда лишней. Так, этой пилой валят деревья. Понятно. Тут такой, знаете, как, можно сказать, поселок лесорубов. Промышляют деревом. Древесиной. Ну, что, получается, здесь мы проверили, да? Остается у нас... Два домика впереди стоящих. А круг все сужается, сужается. Подождите, а здесь я вот, по-моему, еще не был. Какой-то верандочкой или сарайчик. Давайте посмотрим. А, смотровая площадка, что ли, типа того. Куда смотреть-то? А ничего так дедуля устроился, да? Смотрите. Внизу это озерцулья, речка. Смотровая площадочка. Домик на отшибе. Никто не мешает. Красота. Что я на пенсии еще делать? Занимайся себе рыбалкой и охотой. Волков хватает. Молодец. Розарио, жди меня с бутылкой твоей этой бодяги, там, который ты заказал. Так, ну что, смотрим по карте. Черт, плохо. И ехать, и смотреть. Куда тут поворачивать-то? Да почему нельзя ее приблизить-то? Как вот... Как вот на улице, когда стоишь, приближаешь карту. Крупным планом. Так, вот сюда поворачиваем, да? Да, все верно. Так, ладно, едем, короче, до первого... Как сказать, перекрестка. До первой отворотки. Только узнать бы, где эта отворотка. Ладно, думаю, мимо не проедем. А тем более, так как я еду, тем более не проедем. Ну, два дома проверить, это не беда. Единственное, думаю, что, чтобы эти были дома открыты, в них было готово покушать, и печурки работали. Больше вам ничего не надо. Так, вот она, отвороточка, ребята. И мы поворачиваем сюда, и едем до домика. Ну да, все правильно. Хотелось бы, конечно, немножечко поживиться, а еще лучше встретить хоть одну живую душу. Ну, помимо этого старого Розарио. Розарио Агро. Так, погодите. Я вижу машину. Так, дом Патриота. Дом Патриота. Ну что ж, давайте глянем. Вначале мы обсмотрим машину. Что в ней интересно может быть? Так, с этой стороны, походу, ничего нету. С той стороны вообще не открывается. Ладно. Давайте-ка отбежим. Контейнер. Что в нем? О, пивасик. Топорик. Ну, топорик уже... О, помойки наши родные. Так, а тут-то что? Есть что-нибудь полезного? Толчок. Толчок на ключ. Так, а там что? Сигарета. Ну, логично. Толчки на сигарет. А вот это-то что за... Не могу понять. Какие-то кристаллы. Феномен какой-то, да? Замечательно. Открыто. Ну что же. Приступаем к поиску. Рассказчик. Хорош болтать уже. Еще грязная посуда. Так, как же без нашей любимой музыки-то? Так, а здесь-то что? А где оружие? Оружия нету. Какой-то самогонный аппарат. Ты должен быть из твоей головы, чтобы коколить белый виски в доме. Ага, карибу. Вот что просил старик. Ну, это хорошо. Только что нам он даст за это карибу. И стоит ли вообще ему отдавать это все? Так, опять записки. Ну-ка. Традиционный рецепт карибу. Виски смешиваем с чем-то там. Пропорции. Так, что это здесь у нас? Ага, пластинка. Рок-музыка. Так, а в шкафу опять какая-то бумажка. Квебик Либерэйшн. Как вы надоели. Империализм какой-то тут. Английский строят они. Кто этим вообще увлекается? Давайте разожгем костерчик. Слушайте, а я, кстати, вот думаю, для чего мы костры эти разжигаем? Если мы можем просто посмотреть, что здесь, и уходить. Не знаю. Может быть, оно так надо? Может быть, я просто зря трачу ресурсы? Еще один непроверенный факт, как говорится. Да, 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 да. Ну, вроде бы... Все хорошенько проверил. Так, а впереди-то у нас что? Ага, мишень. И это мишень для стрельбы. Ну, правильно, патриот, он должен быть пристреленным мужиком. Не абы кто, я бы как. Только почему-то даже его нет на месте. Старик, значит, на месте, а патриота нет. Так, ну что, у нас впереди ждет еще один домик, самый дальний. Поехали туда. И везде следы волков. Как я только прихожу, подъезжаю, точнее, сразу следы эти. Наверное, неспроста. Ну, что я не могу выехать, я не пойму я. Ага, понятно. Передачу не включил. Так, ну что, давайте глянем, куда тут поворачивать-то надо. А, мы еще даже не выехали. Карл чувствовал, что это была миссия выполнена с мертвым нектаром в своих рукахах. Так, стоп, 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 стоп. Погоди, 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 погоди. Давай глянем. Ага, нам. Вот сюда налево. Ну что ты еле... Понятно, опять. Все никак не привыкну к этому обзору. Так, потише, потише, потише. Смотри, вообще ничего не видно. Так, а это что такое у нас тут? Погоди-ка, притормози. И, родной. Надо выйти глянуть. Что-то перевернутое. Вон прицеп опять. Точно прицеп. Так, дровишки, дровишки. Нет, я не понял, что такое хардвар. И все, что ли? Так, ну есть предположение. Сейчас, знаете, что сделать, ребят? Дровишки выгрузить. Вообще весь хлам. И добрать все остальное. Черт его знает. Вдруг они нам где-нибудь пригодятся, да? Так, с дровишками будем. Костерчик везде можем разжечь. Опа-на, кусачки еще одни приобрели. Замечательно. А почему бы и нет? В хозяйстве лишнего ничего не бывает. Как еще говорил дымовенок Кузя, да? Я не жадный, я дымовитый. Вот так и мы. Опять эта прогрузка, а? Что ж ты будешь делать-то? Напоминает мне из игры этот Фаренгейт. То же самое, так же. Такие же прогрузки постоянные. Ну что, практически вот-вот уже будем на месте. Все-таки вот управление тачкой сделали немножко как-то... Ну, некомфортно. Когда отпускаешь уже вперед, он все равно едет автоматически. Потому что якобы на передаче стоит. Так, ну что, прибыли. Прибыли. А как мне здесь... заехать, когда тут забор... Ну, давайте попробуем оббежать. Так, что у нас там по почте? По почте у нас... письмецо. В ломоте. А посылку Аня уберет. Так, ну ладно, давайте мы тогда бежим здесь, наверное, поверху. Раз уж другого пути нету. Опять следы волков, а? Что ты будешь делать? А что такая музыка? Так, гараж... в ломоте. Что с музыкой-то, ребят? Это сосулька тут. Давайте. Сфоткаем ее. Раз уж ты достал полароид. Так, тут-то что у нас? Ох, ё... Это че такое? Ё-моё, я аж думал, ети какой-то. Замороженный, это человек. А че случилось-то с ним? Так, записка какая-то... У кого сердце стучится? Так сильно. У меня или у этого замороженного? Ну что, дорогие мои, на этом я, наверное, буду заканчивать этот выпуск. Самое интересное я оставим на потом. Ну а на этом всем спасибо за просмотр и... До новых серий, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok